В предыдущих частях 376-й нескорый письмо зовет в дорогу. Кому мешают даниловские огурчики с картошечкой? Что общего у рыбы с маслом и сколько стоит цыганкина денежка в Котласе? Ижемский аэродром-спаситель и дом из бутылок, гостиница без звезд и ночь без сна. Эпохальная встреча с Зинаидой Павловной и прогулки по советской. Что творится в бывшем интернате? И для чего едят оленину-строганину? Уж не втерпешь, когда Коми выходят замуж. Куда ведут Ижемские ворота и конкурс без бикини? А мы едем дальше в Усть-Цильму. Село Усть-Цильма появилось в 16 веке и прославилось на всю Россию матушку тем, что здесь нашли медь и серебро, из которого отчеканили первую отечественную монету. Усть-Цильмский край самобытный, заповедник русской старины с сохранившимися до сего дня древними традициями. И все благодаря старообрядцам. Люди они особые, каких в городах не встретить. И говоря, диалект тут тоже особый, от него потом долго не получается освободиться. Я как на место-то прибыл, так сразу и отправился в сельскую церковь с надеждой получить благословение от местного священника на труды свои праведные. Оказалось, что это и не церковь вовсе. И что священников у здешних старообрядцев нет. Да и с благословением не все так просто. Но давайте в этой теологии разбираться по порядку. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А как мне к вам дозволительно обращаться? Отец, батюшка. Отец, отче у нас. Отче. Ну, а отец Алексей. Отец Алексей. А я вот смотрю, храм у древле православной церкви не такой уж и древний. Ну, построенный был недавно. Десять лет как. Значит, вели строительство и осветили только прошлый год. А че ж так долго-то? Ну, какие были средства. До этого служили в молитвенном доме, который находится по улице Советской, по адресу дом 186. В этом доме было до этого служение 20 лет. А до этого храм, который был до революции, в 30-е годы был закрыт и разрушен. Верующие древле православной поморской церкви, как ее здесь называют, бежали сюда в 18 веке от преследования властей из центральных и северо-западных районов России. За отказ принять обновленное православие любого старообрядца могли убить и убивали. Все их священство, все поголовно репрессировали. Обряды веры, духовный лидер портопоп Авакум были преданы анафеме. Авакумы сожгли в Пустозерске, не так далеко от Усцильмы. Несмотря на гонения, древнеправославные сохранили многое от своих предков. Это нечетки, да, это лестовка называется. Лестовка? Да. Тоже для молитв. Лестовки делают из ткани кустарно и пользуются годами. Все в них исполнено глубокого смысла. Четыре цветных лопаска – Евангелие. Первые 12 бочонков – побочков, апостолы. Вторые 38 – это недели, время нахождения Христа в утробе Богородицы. Остальные 17 – пророчества об Иисусе в Ветхом Завете. Три бочонка в начале и конце – Троица. А внутрь можно зайти? Да, ну пойдемте. Только единственное, что необходимо вам надеть что-то наверх, чтобы с закрытыми рукавами у нас с открытыми частями тела, как бы в храм заходить нельзя. Ни мужчинам, ни женщинам. Ни мужчинам, ни женщинам тем более, да. Строгие порядки. Покаяние за отсутствие бороды. Нало состричься нельзя. Длинные волосы тоже неприемлемы. Надо под горшок, тогда канон будет соблюден. В украшениях не пускают, внутри стены без росписи, есть скамейки, а вот алтарной части нет. Ну, потому что мы не в церкви, а скорее в молитвенном доме. Повторюсь, священство у древлеправославных нет, уничтожили. Традиция прервалась. Осветить храм, ту же алтарную часть, попросту некому. Пригласить священников из других старообрядческих общин России не позволяют древлеправославные поморские понятия. Отец Алексей не священник, а настоятель, жена, трое детей, внук. Крест на себе носит только нательный. Раньше священники больших крестов поверх одежды не носили. Там, где нет настоятелей и храма, служение в молитвенных домах возглавляют наставники. То есть это люди из мирян, которые не имели священнического рукоположения, но могли в случае нужды, это устав церкви позволяет со времен апостолов, этот устав написан, исполнять основные таинства необходимые для спасения души человека, то есть это таинство крещения и покаяния, и совершения богослужений. Женщина могла стать наставником, наставницей? Женщина такого права не имеет, стать наставницей или наставником, но могла быть ввиду крайней нужды, когда нет наставника мужчины, а необходимо было все-таки совершать какие-то богослужения, и тоже таинство крещения и покаяния написано, может в крайней нужду совершать и женщина. Но она как бы не является наставником, но исполняет его обязанности. Наставника выбирает община, утверждают его в этой должности другие наставники и духовный отец будущего религиозного лидера. Древле православная церковь хоть и строга, но, согласитесь, демократично. У вас во время службы можно сидеть? Да, это когда чтутся книги Ветхого Завета, это подручники. То есть кланяться как бы голыми руками на пол или на лавку, на которой сидели, человек не может, должен именно руками, чтобы именно была тряпочка. Это не для колен? Нет, нет, нет. А как же тогда пользоваться? Вот, я вам покажу. Значит, вот так ложится, когда кланяется. И вот, когда перекрестился человек, значит, кланяется руками. И поклонился, встал. Вот так? Да, поклонился головой именно, и потом стоишь. Есть у них служба, Марфина стояние. Надо сделать тысячу таких поклонов. Представляете, гимнастика какая для организма? В 1971 году на соборе РПЦ анафема со старообрядцев была вроде как снята, яко не бывшая. Стойкость и мужество, готовность умереть за убеждения вызывают большое уважение. Удивительные люди жили раньше. Из-за отсутствия института священства вместо венчания у них служба совершения церковного брака. Старообрядцам дозволительно вступать и в мирской брак с представителями других конфессий, но благословения на такие браки не даются. Чтобы его получить, надо стать древнеправославным, выдержать сорокадневный пост, прочесть 40 тысяч раз определенные молитвы, исповедаться и пройти через крещение. Брак этот расторгается только в случае прелюбодеяния или предательства Родины одним из супругов. Кончина же не является поводом для расторжения уз. Вот так отныне и вовеки, а не пока смерть разлучит нас. Вы на праздник не пойдете, на горку, на Петровщину? Ой, нет, я там просто не успею. Петровщина, тем более, как бы, сей год она попала в пятницу, нам как бы веселиться в этот день нельзя. Тем более, чрезмерное веселье у нас как-то у христиан не принято, вот в постные дни. Тем более, в день Петра и Павла, как бы, велась уже вечером горка, именно сам день Петра и Павла. А накануне Петровщина совершалась, как бы, съели у костра и валили кашу, вот, но без спиртного. Потому что все-таки этот день был такой, как бы, сказать, заупокойный, потому что в этот день апостолу Петру, как вы знаете, его повесили с тримгалов, не с головой, а апостолу Павлу отрубили голову. Вот, и в одни это совершается память. Понятно, что веселиться в этот день распивание, тем более, спиртных напитков, приводит к тому, что человек уже себя не контролирует. Может, что-то, какие-то беззакония совершить. Вот, и у нас, как бы, церковь это не приветствуется. А народ-то здесь выпивает? Выпивает, да. Пьянство – это очень страшный грех. Вот, и много семей развалилось по этой причине. Молимся, молебны от финного запоисла приносят, люди просят, потому что, ну, ничто не можно уже практически сделать, потому что, ну, государство все отпустило в ужи, поэтому вопросу никакой строгости в этом вопросе нет. Раньше в Усть-Цильме и сельское хозяйство было, скота много держали, сейчас лес заготавливают, да рыбу ловят. Но рыбы и леса становятся все меньше и меньше. А вы сам не рыбачили? Я нет. Вот, у меня отец был рыбак, рыбачил многое, все. Но у меня как-то вот не повезло, мы как-то все рыбачили, и рыба как-то на меня не идет. Вот так. Вот тут мы с вами похожи. У меня такая же беда. Не знаю, что происходит, что произошло. Хочу на рыбалку сходить, попытаться, вдруг чего-нибудь поймаю. У вас нет рыбаков знакомых каких-то? Ну почему, здесь есть рыбачат, у вас тут Алексей подходил, да, вот Валериан Иванович, то у него брат, вот, как бы занимается этим делом рыбалкой, у него тони свои есть, так что это можете попробовать через них, да. Отец Алексей, а можно спросить меня благословить на мое возвращение домой благополучное и на мои вот здесь дела все, в Усть-Цильме? Благополучие, значит, ваше мы можем пожелать, но благословить не можем, ввиду того, что не являетесь христианином, старовером, да. Вот, всех христиан-старовером мы благословляем, оно, янаверно, мы, кажется, пожелания можем дать. Да, вот пожелания, меня устроит в полу. Дай Бог вам, кажется, благополучно добраться до дому, до своих близких мед, в добром здравии, и чтоб все ваши дела были о Господе Боге. Вот, тогда, кажется, у вас будут успехи и удачи. Вот это я могу вам пожелать. Ну, и вам тоже помогать, Господи. Ну, вот, спасибо, Господи, понял. Очень мне эти люди старобрятся близки. Близка их строгость, стремление к справедливости. Однако ж, постричься под горшок я вот не готов пока. Бороду отпустить, это пожалуйста. Все, ровная дорога кончилась, началось бездорожье. Строгий, у них этот отец Алексей. Куртку надень, руки голые. Заставил Сережку в церкви, когда увидел. Нельзя, потому что... Так, это сюда, это сюда, это сюда, вот так. Ух ты, билетик. ООО Усть-Целемская АТП. Автобус, билет 16 рублей. 023-832. Да, и счастливый. Мельком я видел Алексей, о котором говорил настоятель храма Никола Чудотворца. Алексей как раз собирался на Печору порыбачить. Народу с удочками у реки немного. Строга. Здрасте. Здрасте. Алексей. Да. Здрасте. Нашел я вас. А кто помощник у вас сегодня? Племянник Влад. Ага. Здрасте. Он отсюда тоже, из Усть-Цельмы? Печора – одна из самых крупных рек России. Длина более 1800 километров. А бассейн этой реки – более 320 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией Норвегии или Вьетнама. Одних притоков у Печоры более 35 тысяч. Великая река не иначе. Как бы понятие времени. Вот что у нас Алексей говорит, что надо в церковь ходить с бородой. Но я ходил с бородой года два назад. Я носил бороду. А сейчас как-то надоело она обратно. Стал перед бородой ходить. Если бы у нас была какая-то община какая-то отдельная, да, где не было бы телевизоров, не было бы вот этих вот движений, машин. Компьютеров. Да, компьютеров. Тогда можно было бы все это придерживаться. А у нас мир сейчас уже. Конечно, он, как говорят по святым книгам, говорит, что он развращает нас, да? Куда деваться-то? У тебя жизнь такая. А вот я слышал, какие-то есть в Уст-Цильме родовые дома. Да, пожалуйста, у нас родовой дом. А вот ваш бы дом, я бы заглянул, какой адрес? Советская 172. Да? Там есть ты у меня сейчас? Татьяна Андреевна Гавловна. Мама? Да. А ничего, она меня пустит, если я так нагрянул? Не только пустит, она еще и расскажет вам очень много. Да? Ну, удачного вам лова, клевого. Поймали хоть чего-нибудь-то? Да, вон, уже вон. В пакетике вон. Ну, это вот только-только закинули, да? Ну, да, немного. Кошка будет рада. Кошка будет рада, точно. Еще деды и прадеды строили. Для себя на совесть. Такие 100, и 200, и 300 лет простоят. Родовые гнезда, как правило, не красят. Они и темные от времени. Это придает им солидности и основательности. Татьяна Андреевна, здрасте. Здравствуйте. Разуваться у вас перед порогом, да? Да. Везде так? Везде так. А креститься надо, когда в воздух ходишь? Если ты верующий, так и крестись. А как вы креститесь? Так. Вот так? Так. Вот так? Угу. Справа налево? Да. Да? Да. Понятно. А если я у вас попить воды попрошу, дадите? Конечно. Ну, дайте. Это кошка? Как зовут? Мучка. Мучка? Мучка. Спасибо. А с чашкой что вы будете делать? Выбросите? Споласкивать. Старообрядцы едят и пьют из персональной посуды. У каждого своя чашка-тарелка, ложка-вилка. Для гостей, неважно, иноверец ты или свой, держат отдельную посуду. Либо со своей приходи. Это все ваше хозяйство, да? Последнее. Да, да. Носите? Ношу. Как часто? На горку. А на эту горку пойдете? Нет. Не пойдете? Нет. Не пужи? Все. Все, все. Хватит уже ходить? Хватит находилась. Понятно. Кто-то мне говорил, что иконы у старообрядцев должны быть только рукописные, древние или металлические. У Татьяны Андреевны есть и новые. Дарят, она берет. Служение у старообрядцев совершается только по старым рукописным книгам. Они есть у многих. Их берегут и передают из поколения в поколение. Татьяна Андреевна, а как так получилось, что вот я читаю паспорт родового дома, название дома, родовой дом Глухиных, фамилия рода Вокуевы, а вы, Татьяна Андреевна Габова. Как же так? Габова. Очень много фамилий для одного дома, нет? Много. Много. Потому что... Это что за дом-то такой? Чей он? Дед умер, мама замуж вышла, стала Палкина. Я замуж стала Габова. Габова. Вот и пошло, поехала. А вы за родословной своей следите? Угу. Да? Да. Родословная у Татьяны Андреевны знатная, на обоях. Начинается с 18 века с крестьянина Ивана Ивановича Вокуева и его супруги Ефимии. Ефимия? Обросимовна. Ефимия. Обросимовна. 1724-й. И у них родился сын. Иван. И у него была жена. Да. Прям как по Библии все, да? И сейчас... А потом пошло вот... Вот пошло уже тут... Евграф и брат. Ну это да, это если мы сейчас все будем перечислять, то у нас не хватит... Это времени. До горки будем перечислять. Да, да, да. А сейчас вот это самая верхняя ветка, да? А это верхняя ветка, то уже писали. А вы-то где на этой родословной? Где я? Вы-то себя занесли? Ну, а как же? Что-то было... Потеряла. Да потеряла? Большое, да? Да сколько, конечно, потеряешься тут. А говорят, мы все в России и ванны родства не помнящие. Но родословная на обоих это еще не самое удивительное, что есть у Татьяны Андреевны Габовой. Помнящие свое родство до 1724 года включительно. А я вот слышал, что у вас какие-то фантастические платки есть вот к этим костюмам. Покажете? Платки. Вообще-то это не платки, а платы. Иногда даже не секонд-хенд, не вторые руки, а третий, четвертый от мам, бабушек, прабабушек. Наследство, антиквариат, предметы гордости. 19-й, начало 20-го века. Состояние идеальное. Ни одной стирки. От стирки платы портятся. Это рипсовый плат. Рипсовый плат? Рипсовый плат. Это такая ткань, что ли, рипс? Конечно. Какой колор. Прекрасный. Сворачиваем. А еще что? Штофный плат. Какой? Штофный. Штофный? Да. Это тоже только для горки, да? Так не носят? Нет. Да, вот так мама одевала в эти. Это тоже штофный? Штофный тоже, только этот одевала. Праздники старинные, большие. А самый ценный какой? Штофный. Штофный? Штофный, потом всякими салфетками, потом рипсовый. Рипсовый. Вот еще рипсовый. Это тоже рипсовый. Я уже понимаю. Понимаешь уж. Да, да, рипсовый. Ну, а какая жалость, что вы не идете на горку, и люди не увидят эту красоту всю. А пусть приходят, покажу. Если на бесценном плате появляются пятна, то его все равно стирать не будут и в химчистку не отдадут. Он просто перейдет из разряда праздничных в категорию повседневных. Это всякими шелками. Это всякими шелками. Так он называется прям? Да. Плат всякими шелками. Всякими шелками. Рипсовый всякими шелками. Ну, правда, да, всякими шелками. И зелеными шелками. Да. И желтыми, и коричневыми. Какими только шелками. Всякими. Всякими, всякими. Ну, и рипсовый. Вот этот тоже рипсовый. Нет, это не рипсовый. Нет, не рипсовый. Конофатный? Что это такое конофат? Золотой. Золотой? Да. Золотыми нитками? Шитый. Понятно. В платочном рейтинге у старообрядцев сначала идет конофатный, потом штофный, всякими шелками и, наконец, рипсовый. Или сначала штофный, потом конофатный, или штофный, потом всякими шелками и конофатный. Забыл. Но рипсовый точно последний. Так, а водички дадите еще? Какой водохлеб. Туда, да? Водохлеб какой. Водохлеб, да, да. Родовые наряды есть кому передать, внучке, да и сама еще поносит. Праздники, религиозные и светские, торжества тут принято встречать в национальных русских народных усцилемских одеждах. Здравствуйте. А вы откуда и куда такие нарядные депарами? В столовую. После праздника. Ну, приятного аппетита вам. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ведь незадача. Пока гостилу Татьяны Андреевны, вникал в тонкости родословно и завидовал антикварным убором, закончился межрегиональный фестиваль «Лейся песни над печорой». Поспешу в сельский клуб, а вось кого-нибудь из артистов еще застанут. Субтитры создавал «Лейся песни над печорой» раздавал «Лейся песни над печорой» и прощал «Лейся песни над печорой» и прощал «Лейся песни над печорой». Это очень грустно. Сельский ансамбль «Нареченька» состоит из местных жителей, никаких приглашенных со стороны звезд. Устцилема, так называют себя обитатели села Устцильма, петь любят и умеют. Коллектив появился в 2000 году. В репертуаре игровые, величальные, плясовые, шуточные, свадебные, застольные, духовные, посидочные, колыбельные, горочные песни, причитания, припевки, частушки и так далее. Есть даже былины, или, как тут говорят, старины, про Илью Муромца, Добрыню Никитича да Алешу Поповича. Коллектив соблюдает достоверность костюмов, сохраняет Устцилемскую лексику. В чем я имел счастье убедиться? Грузины с акцентом, а у нас говорят. А вы как око и тякаете? У нас тякаете, ехать надо, и акоть. Расскажите. Покажите, расскажите. Я обменник на конюшни жеребча взял. Я, скажу, такие добрые баланы к берегу прибило. Как вам, великий и могучий? Все же понятно, правда? Бревна на реке прибило к берегу. Мужик решил их собрать, перевезти к себе во двор, напилить дров. Шел на конюшню, взял жеребца у конюха Петрухи. Жеребца звали налево. Почему он сам узнает, сказал конюш. Мужик запряг коня в тарантаз и поехал. Выезжает на Советскую, там наша Татьяна Андреевна живет. А жеремец сразу включил левый поворот и понес. Мужик, значит, с телеги упал, порвал штаны, потерял неношенные рукавицы. Выполз из канавы, пошел к уме, та его квасом. А вот вам, детки, и налево. Чувствуете, сколько смыслов? Ма налево, жеребец по кличке налево, поворот налево. Надо ли говорить о том, что на Реченька многократный лауреат многочисленных конкурсов. Конкурсы Леси, песни над Печорой тоже. Есть веселые какие-нибудь песни у вас? Плесовые. Чтоб душа развернулась и не сворачивалась. Есть еще много. Они маленькие не такие, это ни казачьи, ни украинские. Тут немножко по-другому у нас. Есть тяжеледок и веселье, баринка, и такая. Невозможно не удивиться нашему национальному костюму, особенно женскому. У Татьяны Андреевны забыл спросить, как она оберегает свой старообрядческий винтаж от времени и моли. Да, мы из Нареченьки просветили. Оказывается, секрет в частом проветривании и никакого нафталина. Вещи надо прокладывать газетами. Молих, оказывается, боится. Время, видимо, тоже. Все, победы вам всегда и везде. На всех фестивалях, на всех конкурсах. Здорово. Спасибо. Ну, я думаю, что мы еще увидимся. Да? Завтра. В следующей части сентиментального путешествия – битва моторов. Как занять первое место и что за это будет? Несанкционированный пикник и русская народная еда с семгой на речной воде. Посиделки до утра и хозяева горки. О чем они водят хороводы? За кем можно приударить, а за кем лучше не стоит? Неужели греческий гермес и славянский ярилу – одно и то же лицо? Смотрите, не пропустите. В прошлой части сентиментального путешествия – покаяние за бороду, строгая, но справедливая, поморская и древнеправославная церковь. Ловись, рыбка большая, не маленькая. Кто водится в печорье и сколько он стоит? Это родословная на обоих и рейтинг антикварных платков. Какой круче – конофатный или всякими шелками? О чем поет и пляшет на реченька? Перевод с русского на русский. А прямо сейчас – чей движок сильнее? Русские, особенно городские, как же страшно далеки мы от всего русского. Как, в сущности, быстро мы забываем о корнях, как торопимся приобщиться к глобальному над национальному. Ошибочно считаю, что этот путь приобщения есть единственно возможный, и что других путей нет. А вот и есть. Пусть цельма донесла его до нас, не расплескала за столетия. Если бы не тяга старообрядцев сохранять древнее, изначальное, то и колоритные древнеправославные праздники заглохли бы, захерели. Пусть цельмская горка, ради которой я сюда и приехал, приурочена ко времени, когда в крестьянских работах наступала передышка между севом и сенокосом. В 19 веке горка проводилась на высоком месте, недалеко от Печоры. Время ярмарки, где печорская семга менялась на хлеб и прочие товары. Ярмарки ушли в прошлое, а праздники нет. Водно-моторные соревнования – часть праздничных мероприятий. Дополнение советского периода. Так, а это Алексей, что ли, стоит? Номер 24. Нет, столько, видать, вот эти моторы. Или, видать, столько все вместе. Алексей, здрасте. Здравствуйте. Номер 24. Как ваши дела? За кого болеете? За брата. За брата. Брат на чем? И второй экипаж, Шарапов. На лодке, Нема. А двигатель? Сколько лошадиных сил? 20 лошадиных. Он прям едет, прям вот быстрее всех. Да. Он постоянно выигрывает. Да? Да. Один сезон, наверное, не прыгал. Но он до этого выступал на больших лодках. На больших лодках. И номинации 40-50 лошадиных сил. Тоже выигрывал. Да. Выигрывал. Ну, один сезон только проиграл. А сейчас решили попробовать в малой номинации 20 лошадиных сил. Вот он, вот он, Вася, брат. Вот он, Вася. Вася у меня брат. Василий! Василий! 22 экипажа участвуют в заездах. Дистанция 2,5 километра. Несколько мощностных категорий. 15-20 лошадей, 25-30, 40-50. И отечественные моторы. Их мало, но они есть. Чтобы показать хороший результат, победить. Нища стандартных заводских лодок покрывают эпоксидкой для уменьшения трения. Спиливают заклепки, ставят спортивные винты. Наибольшая конкуренция в группе 15-20 лошадиных сил. 9 экипажей. За победу дают ценные подарки и деньги. 10, 6 и 3 тысячи соответственно занятым местам. И победительные соревнования. Заказочные друзья Габбов Василий и Сергей. Василий, здрасте. А мы болели за вас. Спасибо. Поехали. На что потратите деньги? Это вот выявленные 5 тысяч. Это что сумма небольшая, я прямо скажу, но принимали не ради приза, а ради удовольствия. Каждый год. Я обычно езжу на двух моторах. Но, к сожалению, Хонда 50 уже старая осталась. Ну что, спасибо всем за участие. Износку сниму и, считаю, не телесообразно ездить. Фамилия Габбов гримит. Но пока, да, пока готовим гримит. Вы, кстати, очень похожи на Алексея. Алексей на вас похож. Прям вот. Ну я младший, он старший. Вы на каше? На них, к сожалению, нет. У меня дочка болеет, а что пойду домой. Ну, как бы каша уже в традиции стала. Может, и придем, не знаю, ночь длинная. Несанкционированный пикник. Так в шутку называют Петровщину. Праздник на Петров день. Это часть горочных гуляний. Немного истории, откуда все пошло. Сейчас кашки поедим. С дымком. Ах! Петров день раньше считался днем рассвета природных сил. Завершалось летнее солнцестояние, начиналось лето красное. Люди ехали за реку косить сено. Начало полевых будин отмечали поеданием каши, которую варили там же, где жили и работали, в поле. Со временем надобность в переселении на сенокосные луга отпала, но обычай собираться вместе у костра и кашеварить остался. Здравствуйте. Можно к вам? Ой, здравствуйте. Пожалуйста. Алексей. Очень приятно. Ой, здравствуйте. Родственники. Сестренки. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Мы рады приветствовать вас. А зовут вас как? Меня Ольга Леонтьевна. Очень приятно. А я сестра. Любовь Леонтьевна, естественно. Ольга Леонтьевна. А это моя дочка. Оля. Это наши друзья. Это наш брат. Отдыхаете, значит. Мы отдыхаем, да. Нам нравится здесь. Это наш праздник. Хлеб и каша – пища наша. Каша на ложке, молодец на ножке. Хороша каша да мала чаша. С ним кашу не сваришь. Судя по пословицам и поговоркам, каша – самое национальное блюдо наше. Поэтому главная еда праздника – не макароны с мясом, а каша, желательно с рыбой. Причем пшенная, желательно с печорской семушкой. По старинным преданиям душа человека превращается в птицу, а птица – это посредник между живыми и мертвыми. Поэтому и еда птичья – пшенка. Помните странную песню на реченьке? Мы голуби сизые, мы не голуби, мы не сизые, а мы ангелы-хранители. К тому же пшено желтое, как солнце. В этом тоже есть свой аграрно-гастрономический смысл. Каша, ты видишь? Это мое дело. Ты сиди. Давай, давай, где ложка? Она большая ложка. Маме, мы говорим, что соль положили. Да, да, да. Соль положили? Да, да, да. Я же положил. А сейчас не сгадься, не поделись. Так, ну что, положите. Сидите, сейчас так делаем. Я сейчас не буду. Узкая рука лучше делать. Мне кажется, просто мало засыпали кашу. Почему? Нет, нормально. Она же тут как-то бронет. Она сейчас кипит еще. Открытая, пускай, полет. Сейчас я захожу. Будет хорошо. Петровщина – это и праздник, и каша. Готовят Петровщину так же, как в армии. Вода, соль, масло. Но с армейской почему-то не сравнить, уж поверьте. Может, секрет в воде? Она из реки Печорская. А может, эта печорская семга так вкус меняет? 1200 за кило, между прочим. Дорого, но вкуснее рыбы мне есть не доводилось. Еще бы, да за такие деньги она обязана таять во рту. Нельму пробовали? Что? Нельму. Нет. Нельма тоже очень хорошая рыба. Она белая рыба. Она вообще, она просто как красная тоже. Нет, она белая. Но семга, естественно, она лучше, естественно. Нет, но еще ценнее у нас есть омоль. Омоль. Почему? Нет. Ну, тут уже на вкус нет, товарищей нет. Там, короче, можно... Пока идет семга, потом идет нельма, потом идет омоль, потом идет сик, а потом идет уже серая рыба. Чир, чир, ну, чир, ну, чир это белая тоже рыба, считается. А что, пилятка? Пилятка. Зельдики. А зельдики забыла. А? Зельдики, зельдики. Зельдики вот такие небольшие, ну, такие вкусные. Разговаривают, да. Разговаривают, да. Давайте, давайте, между собой там. А еще у нас вот это. Нет, это. Нет, ну, вот это. Нет, так это масло у нас... А мне нравится даже вот удочку. О, ой. Мы живем, а привыкли, да. О, огни. Огни у нас такие. Вот это просто начало. Посиделки происходят у воды, это обязательно. В фольклоре многих народов путешествие по реке, путешествие в страну мертвых. Может, Петровщина на берегу Печора – это тоже свидетельство общих культурных корней с теми народами, у которых путь в царство мертвых лежал через воду. Опять мы приходим к единой прокультуре легендарных гиперборейцев. Их северный ветер Борей надул дождик. Но люди домой не спешат, хотя мокро и холодно. До пяти утра будут сидеть, общаться, ходить друг к другу в гости. Один костер – одно семейство. Для усцелемов важно быть вместе, чувствовать себя частью целого, частью семьи, рода. А я до пяти не досидел, сломался гораздо раньше. Он такой же дурной, как мы. Алексей? Да. Дурной, да. Ну так мы тоже. И вы тоже? Это все кажутся здесь такими спокойными, а они все дурные. Так что-то я сравниваю с собой, это ты гордость должен иметь. А то смотри, как вы, а. Ну дети зато нормальные. Вот сидит человек вот. Да, это нормально. Дети нормальные, а мы не нормальные, а дети нормальные, да. Название Усцильмы идет от старорусского чильма – болото, топкое место, трясина. Болот я тут не видел. В Петров день селу больше подходит эпитет праздничное. Куда идем сейчас? Куда, на площадь. На площадь? В стадион. В стадион. А что там будет? Гулять будем. Горка? Хороводы? Горка, хороводы, да? Песни? Песни? Все, пока можем поем. Ага. Сейчас примерно. Потом пересадим. Горка – это целая череда сельских мероприятий, которые проходили с весны в аккурат до Петрова дня. Сегодня от этой череды осталось немного. Семь, десять минут песни. Я вот по-русски вроде хорошо говорю, а что-то не пойму, о чем поют. А про приятеля дорогого гола. А видишь, песни протяжные, они классно растягиваются, повторяются. Сложно сразу, если песни не поешь, трудно запомнить, научиться. А потом, когда уже поешь, все понимаешь. Горка – это парад платьев еще до Петровских фасонов, действительно древних и новых, шитых по всем правилам традиционного кроя. Подходящий? Да, вполне. Вы в середке стояли? Мне все равно. А я мешок сейчас куда-нибудь оставлю. Это не просто одежда, это представление о мире, которое трудно выразить словами. В костюме читаются и зеленеющие перед сенокосом луга, и спелые ягоды, и незаходящее солнце, и заря багреница. Невесты и молодухи, замужние женщины, прожившие в браке не больше года, одеваются ярко. Их наряд говорит о здоровье и способности к деторождению. По головному убору определяется статус у сцеленки. У девушек макушка открыта, значит, свободна. Можно и приударить. Это фигуры начались, да? Фигуры. А это что за фигура сейчас была? Столбы. Столбы. Хороводы в прошлом были известны и в Центральной России, но сохранились только здесь, в коме. До 17 песен исполняется за время проходок и до 7 хороводных фигур. Фигуры идут в определенной последовательности. Столбы, круг, на две стороны, на четыре стороны, вожжа, плетень, плясовая. После столбов круг начинается. Все встаем в круг. Тянем, 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 тянем. 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 Ну вот, говорят, тянуть. Исполняя хороводные фигуры, заклинали урожай, благополучие в делах, подбирали себе невестушек. Так, а теперь-то сейчас чего будет? Не знаю, я только что пришла. Только что пришла, но это вторая фигура. Да. Да. Так, вот она, вот куда? Говорят, маму нашел. А мне куда? Мне куда? Вставай, девочка, вставай, она была. Не менее трех раз за год устраивали подобное шоу, до трех раз за день. Сейчас хороводы водят только в Иванов и Петров дни и по вечерам. Это дань традиции, повод снова собраться вместе. Это сейчас что происходит? Гуляют парни. Парни гуляют. С какой целью? А все цель, одна тут же хороводы крутят, чтобы девушку выбрать. Слушали по песне. Вы выбрали уже себе девушку? Да, я тут с супругой. Хорошо. Хорошо, вам не надо выбирать уже. Только ее уводят постоянно. А вы на это повлиять никак не можете? Ну, так вот, не успею. Опять надо выбирать кого-то? Да, выбирать. Когда такой выбор, как выбрать? Невозможно. А где ваша супруга? Давайте и я ее тоже уведу. Сейчас, секундочку. Ой, ну далеко у меня он там. Да? Ну, пойдем через все поле, может быть. Пойдемте. Пойдемте. Увожу. Увожу. Так, а нам туда надо? В языческие времена тоже ведь хороводы водили. Нынешние усцилемские – это от звук тех, прежних, дохристианских. А есть какой-то вот великий смысл у всего этого действия? Для чего? Вот зачем? Ну, вот как зачем это? Вот песня «Кугавая», она, значит, как бы вот сватается, он ходит. Игровая с одной стороны песня эта. Вот он сватается, ищет всех. Что, как обычно, у невесты же есть отец да мать так. Это вы сейчас про круг говорите? Вот про это я говорю сейчас. А круг – это поклонение Ирину солнцу круг. Это вот с природой связано. Солнце круглое, и поэтому круг идет. Так, пошли опять куда-то. Так и есть. Отзвук и довольно громкий. А что, если сама горка – это воспоминания об еще более ранних временах, о ритуальной горе Меру, торчащей посреди полярной гипербореи? И что, если Ярила – славянское божество, которому посвящались не только хороводы, но и весьма фривольные обычаи? И Ярмес – ярый весенний месяц, то бишь Гермес – это одно и то же лицо. Указания на полярную прародину человечества есть в овесте священной книги персов-зарастрийцев. В индуистской регведе описываются полярный день, ночь, сияние, звездное небо. Случайно ли? Сторона на сторону. Вот это что такое. Это следующая фигура началась. Смирно. На персу рассчитай. Смирно. Вольно разадеясь. Красавище. Да, вам какая больше? Нравится. Любую. Влево, влево. Влево, влево, влево. Это моя очередная невеста Надежда Тиранова, красавица-усцелемка. Собирается в Питер поступать в технологический. Ни пуха ей, ни пера. Здрасте. Что надо делать? Наступайте. Наступайте. Сильнее. Да, да, да. Можно сильно. Пусть цилимцы не напридумывали себе праздников, чтобы раскрасить скучную сельскую жизнь. Они хранители традиций и поддерживают их прежде всего для себя. Но и ты, приезжий, вписываешься в эту этнографию как-то легко и естественно. Да они тут купаются в радости и тебя с головой в радость окунают. И уезжаешь ты из этого заповедника русской культуры другим человеком, потому что пожил в совсем другом мире. Это очень сложно разобраться в значении всех этих фигур, но мне кажется, что в горке отражена буквально вот вся древняя православная жизнь. Тут вам и любовь, и ненависть, и труд, и отдых, и сватовство, женитьбы. Ну, буквально все. И чтобы быть адекватным во всей этой истории, надо уметь слушать и понимать то, что поют. И вроде по-русски поют, а... Вот. Но даже наблюдать со стороны за всем этим великим счастьем, а участвовать в этом... А где мои... Возрождение традиций, да вот же они, никогда здесь и не умирали. Культура отечества, которая вечно в загоне, да вот же она, настолько сильна, что ее никакая сила ни в каком загоне удержать не в состоянии. Она все равно вырвется и накроет. Да, много у нас такого, от чего стоило бы отказаться. Но хорошего-то больше. Думаю, наши хороводы в Усть-Цильме как раз об этом. Ну, мои, во всяком случае. Пришли все-таки, да? Не удержались, пришли все-таки, да? Ну, конечно, когда такое тут. Да, посмотрите. Вас уже надо поделить. Ну, да, 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 да. Спасибо, что пришли, навестили нас. А Алексей не пришел? Нету? А где-то бродит? Где-то бродит? Ага. Ну, хорошо. Тут бабульки такие прям, ух, ту-ду-ду-ду-ду-ду. Приняют участие прям, все знают, все поют. Конечно. Я только рот открываю. Слов не знаю же. Открывают. Открываю, да. Неизвестно, что поют. Неизвестно, да. Ух, да. Давай. Вот так вот. Ну, мы это, мы сейчас должны уже ехать, уезжать уже. Сказал уже. А? Сказал. Сказал, да. Вот. И спасибо вам большое за все, за все, за все, за все. Да. Пришли, молодец. Здорово. Ну, тогда давайте, пока, прощевайте, да? Да. До свидания. До свидания. До скорых встреч. Спасибо. 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 Ну, давайте. Всего доброго. И ты тоже. Пока. И ты тоже. Все. Все, пока. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Чем больше я думаю о коме и своем в ней присутствии, тем больше убеждаюсь в том, что мы абсолютно самоценная нация, которая может и хочет расти вглубь и вширь, у которой в генах заложено осваивать новые пространства, преодолевать новые горизонты, нести всему свету свет и дарить миру мир. Мы делали это раньше, благодаря глубоким корням, на которых стоит Русь. Стоит так крепко, что снести ее не могут ни потопы, ни войны, ни какие другие вызовы и катаклизмы. И будет она стоять впредь так же твердо и нерушимо до скончания времен. Не знаю, насколько сентиментальным получилось мое путешествие на Российский Север, но то, что оно вышло несколько сумбурным, это точно. Много людей, много событий, исторические гипотезы, параллели, вовсе не бесспорные. Все это требует времени для того, чтобы осмыслить, разложить все по полочкам. Прямо сейчас делать какие-то выводы, я не в состоянии. Вот, путешествуйте подольше и подальше, обязательно приезжайте в коме. Нет, нет, никаких уж лучше вы к нам, приезжайте в коме. Будем вместе водить хороводы и петь песни. Спасибо огромной Знаете Павловне за это письмо. Спасибо. 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 Вот такое вот кино получилось. Спасибо. 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 Спасибо.